МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот лишь некоторые темы выпуска. Безопасность детей состоялась в видеоконференции вице-премьера российского правительства Ольги Голодец. Золотые руки в Чебоксарах открыли памятник хирургу Станиславу Николаеву. Королева спорта в Чувашии стартовал чемпионат России по легкой атлетике. Вопросы безопасности детей во время летнего отдыха стали главной темой селекторного совещания, которую провела сегодня вице-премьер правительства России Ольга Голодец. Поводом для экстренного совещания стала трагедия, случившаяся в Карелии. Напомним, там в воскресенье утонули в озере 13 детей, которые отдыхали в палаточном лагере. Ольга Голодец отметила, что безопасность детского отдыха должна быть под жестким контролем. Подобные трагедии не должны повториться. На совещании затронули также вопросы работы комиссии по делам несовершеннолетних. Главное уделялось безопасности нахождению детей в загородных лагерях. Соответственно, это работа с персоналом, с программами отдыха. Данная работа как раз будет проводиться органами исполнительной власти, муниципальной власти. Ну и поручение, которое дала вице-премьер Голодец в адрес МЧС России и Роспотребнадзора. То есть данная организация тоже будет участвовать в данных мероприятиях. Надеюсь, что это повысит безопасность нахождения детей в загородных лагерях, ответственность должностных лиц, ну и в целом позволит провести на хорошем уровне, без вот таких трагических случаев, отдых наших детей. В прошедшие выходные с пищевым отравлением в Новочебоксарскую больницу попали воспитанники детского сада номер 40. Михаил Игнатьев поручил соответствующим службам контролировать ситуацию. Состояние ребят удовлетворительное. Необходимо провести тщательную проверку качества поставляемых продуктов, подчеркнул глава республики. С этого вопроса началось сегодня еженедельное совещание с руководителями органов власти. В Новочебоксарскую городскую больницу в прошедшие выходные в состоянии средней тяжести поступили 13 детей. ЧП произошло в детском саду номер 40. Предположительно, это пищевое отравление. Сейчас происшествие расследуют специалисты. Будут взяты пробы воды, будут взяты анализы у всех сотрудников пищеблока и у всех воспитателей. Будут обследованы все дети, которые воспитываются в этом детском саду, потому что в субботу, в воскресенье многие дети были на выезде. Еще четверо взрослых там заболело, в том числе и медицинские работники и работники пищеблока. Организовано в садике заключительная дезинфекция. В меню детского сада на ужин были рыбная, рисовая запеканка, соус сметанно-томатный и часть с соком. Подозрение вызывает ужин. Поэтому молоко, сметана, это имеется поставщик ООО «Алоик», Козловка, и мясо, яйцо, индивидуальный предприниматель Козеев, Акозеева Оксана Ивановна. Здоровье детей опасения пока не вызывает, а качество поставляемых продуктов будет проверено. Что же явилось причиной отравления, окончательно будет ясно после проведения лабораторных исследований. По этому факту должны все работать и проводя профилактические превентивные мероприятия, обезопасить, по сути дела, и детей, и родителей, и школьников, и студентов, соответственно. Родион Архипов, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Итоги работы промышленного комплекса за пять месяцев. Бюджетная политика, итоги визита секретаря Совбез России и экономический форум в Питере. Повестка дня традиционного совещания с членами правительства была насыщенной. По итогам национального рейтинга состояние инвестиционного климата в субъектах России Чувашия поднялась с девятого на шестое место. Мы первые десятки находимся второй год, хотя это очень непросто, очень сложно. Конкурентная среда, она есть, соответственно, регионы, используя лучшие практики, тоже подтягиваются. Мы практически сдвинулись на три места. Республиканский бюджет на 1 июня текущего года по доходам исполнен в объеме 101,5% к уровню аналогичного периода к 2015 году. Рост собственных доходов составил почти 10%. Средства из центра приходят по фактическим потребностям. В Чувашии за последнее время больше стало предприятий, работающих с плюсом. На прошлой неделе Чебоксары принимали участников совместного выездного совещания секретаря совбеза России Николая Патрушева и полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича с главами субъектов федерации. Участники совещания посетили предприятия, обеспечивающие экологическую и информационную безопасность. Мероприятия прошли достаточно качественно. Об этом высказывались и гости, и организаторы. Прежде всего, это аппарат Совета безопасности и полпредства. Несмотря ни на какие коллизии в спортивном мире и экономические кризисы, сегодня Чувашия приняла участников чемпионата России по легкой атлетике. Свыше тысячи сильнейших спортсменов и тренеров более чем из 60 регионов России несколько дней будут доказывать, что мастерство и профессионализм не зависят от внешних факторов. Михаил Игнатьев пригласил всех жителей республики прийти на стадион Олимпийский и поддержать спортсменов. Родион Архипов, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. На еженедельном совещании обсудили и итоги Петербургского международного экономического форума. Главное, Чувашия улучшила свои позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, поднявшись с девятой строчки на шестую. Кроме того, на форуме были подписаны несколько соглашений, направленных на дальнейшее развитие экономики республики. Чувашия вошла в число 20 пилотных регионов России по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Трехстороннее соглашение подписано между Кабинетом министров республики, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Союзом развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills России. По большому счету, ничего важнее кадров нет. Ни в какой ситуации всегда все решают люди. Не вот эта базовая оценка, а люди, это в первую очередь те люди, которые создают нам основу нашей экономики. Это рабочие, это молодые профессионалы, это люди, которые заканчивают колледжи, это люди, кстати, которые после этих колледжей идут и на заводы, и в малый бизнес. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и губернатор Кировской области Никита Белых подписали очередное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ стал логическим продолжением предыдущего, действовавшего 15 лет. Сейчас и с точки зрения транспортно-логистической это сделать проще, да, то есть работает система перевозок в рамках межрегиональной авиации, там, собственно говоря, дороги так или иначе ремонтируем, становимся ближе друг к другу. Поэтому я думаю, что и в интересах Кировской области, и в интересах Чувашской республики, чтобы наши взаимоотношения развивались по самым разным направлениям, и торгово-экономическим, и культурным, и образовательным, молодежным программам. Сельхозтоваропроизводители покупали удобрения у кировских производителей, кирово-чапецких химкомбината, и покупаем по сей день. Наши производители им продают средства защиты растений, дальше промышленности, они на взаимовыгодной основе выстроены отношения. Касаясь сельского хозяйства, покупаем у них племенной скот, наши сельхозтоваропроизводители под определенную государственную помощь, за счет бюджетных средств. Современные технологии развиваются. Последние вот эти штрихи, или инструменты, которые начали и мы применять, и они тоже очень здорово продвинулись, это туризм. Развивать государственно-частное партнерство в Чувашии поможет одноименный центр. Речь идет о привлечении частных инвестиций для реализации значимых проектов. Это проекты в области общественной инфраструктуры, строительства школ, больниц, детских садов, дорог, мостов. Ну, собственно говоря, та инфраструктура, которой пользуются ежедневно граждане республики. Это новая модель государственно-частное партнерство, это новая модель госконтракта, которая предполагает долгосрочные отношения инвестора и государства более чем на три года. Соглашения о ГЧП и конституционные соглашения могут подписываться на 15 лет, на 10 лет, на 20 лет. Но самое главное, что это те проекты, которые призваны улучшить услугу, которая предлагается гражданам республики и непосредственно гражданам Российской Федерации. Сегодня на территории Республиканской детской клинической больницы открыли памятник известному в республике хирургу Станиславу Николаеву. На открытии памятника Станиславу Николаеву собрались его друзья и коллеги. Многие из них начинали работать под руководством заслуженного врача Чуваши. На протяжении многих лет он трудился ординатором и детским хирургом медсанчасти хлопчатобумажного комбината. В 1985 году Станислав Николаевич стал заведующим первым хирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы. Именно под его руководством активно стали развиваться новые направления в лечении детей. Заслуженный врач Чувашской республики стал соавтором множества книг по детской хирургии. На них опирается не одно поколение медиков. Именно в его коллективе родилась идея воздвигнуть эту скульптуру. В память о тысячах спасенных детей. Станислав Николаевич был еще и государственным деятелем, был депутатом Верховного Совета Рософа СССР по тем временам, был общественным деятелем, всегда изучал науку, применять хотел. Медицину всегда лучшие практики, которые есть не только в Российской Федерации, но и в странах мира. У него это получалось, получалось с коллегами, с командой, и все это внедрялось практически в медицину Чувашской республики. Я запомнил его огромным трудоголиком, если так можно выразиться. Он любил детей, он любил жизнь, но так получилось, что он рано ушел, но сделал очень многое. Детство и специализированная детская служба развивалась именно с открытием вот этой большой больницы, республиканской детской клинической больницы, когда уже нужны были в нашей республике специалисты, в том числе детской хирургии, детской хирургии, еще детские урологии и так далее. Его миссия, как главного детского хирурга, учить молодежь и ставить службу детскую на высоту. Сегодня завершилась основная волна ЕГЭ-2016. Выпускники школ сдавали экзамены по физике и химии. Оценки объявят через 9 дней. Результаты же обязательных предметов русского языка и математики уже известны. В республике в этом году экзамен по русскому языку сдавали более 6 тысяч выпускников. Минимальный балл для получения аттестата 24 и набрали около 40 человек. 100 бальников в этом году 41. Средний балл по базовой математике вырос. Он составляет 4,3 балла. Результаты профильный объявят через несколько дней. В резервные дни пересдать обязательные предметы смогут лишь те, кто пропустил экзамены по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку по одному предмету. В Министерстве образования и молодежной политики Чувашии оценивают результаты ЕГЭ как положительные и отмечают, пункты проведения работали в штатном режиме, все нарушения вовремя устранялись. Открой рот. Чемпионат с таким названием впервые проходит в Чебоксарах. Что стало предметом соревнований, расскажет Дарина Игнатьева. Предприниматели и учителя, офисные клерки и рабочие. Все эти люди собрались здесь для того, чтобы красиво и выразительно прочитать отрывок из любого художественного произведения. Чемпионат России по чтению вслух проходит в 111 городах России. В Чебоксарах впервые. Одной из самых главных задач нашего чемпионата является собрать вместе интересных людей, которые любят читать, любят книги, но по каким-то причинам либо не пишут их, либо не читают их. И это мероприятие позволяет им всем собраться и в веселой атмосфере почитать книжки, которые, возможно, когда-то в детстве хотели почитать. Или где-то видели что-то, о них слышали, но им не попадались. Книжки отобраны с особым цинизмом, как это всегда бывает. Участников оценивает жюри. Оценки ставят по двум критериям. Первая оценка за технику чтения, и вторая оценка за артистизм. Ежеквартальные отчеты и барховские переводы. Вот из чего состоит жизнь Татьяны Абукиной. Сегодня молодая бухгалтер решила попробовать себя в новом амплуа. Жива была одна-два. У нее был сын Иван 10 лет. Однажды мать сослала Иванович Миницу лошадь молоть. Лошади, понятное дело, у них не было. Иван вызвал мешок с зерном на плечо и попрел на мельницу. Девушке не удалось снискать расположение членов жюри. За выразительность – ноль баллов. Зато удача повернулась лицом к актеру мимического жанра Владимиру Блышкову. Решил солдат в первой же попавшейся деревне заночевать. Постучал в ладошке крайней изленки, и его пусили на ночлег. Живый, злучший, одинокий сыречок. Учел билет, пробовать, и на ужин у него даже картош не наше века. Сорвать аплодисменты удалось и столичному радиоведущему Дмитрию Редичкину. Двое мужчин стали главными соперниками в финальном туре соревнования. В итоге лучшим было признано чтение Владимира. Я пришел поучаствовать, потому что это, знаете, как спортивный интерес. Ради спортивного интереса поучаствовать, повеселиться, дурака повалять. Вот это мне нравится. То есть не ради победы, нет. Вот так, играючи, Владимир Глушков отправится на финальный поединок в Москву. А нам остается пожелать чебоксарскому актеру удачи и веры в собственные силы. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Судебные приставы Чуваши арестовали семь автомобилей для должников. Очередной рейд прошел на стоянке торгового центра «Лента». Работа с должниками проходила по уже сложившейся схеме. Сотрудники управления с помощью приложения «Мобильный розыск» выявляли должников по регистрационным знаком автомобилей. Так, в ходе рейда был выявлен должник, имеющий задолженность по налогам на сумму более 50 тысяч рублей. Автовладелец не гасил долг, и приставы арестовали машину и эвакуировали ее на штрафстоянку. Всего семь автомобилей были отправлены на ответственное хранение до тех пор, пока их владельцы не оплатят долг. В рамках проекта «Живые уроки» в столице Чувашии проходят пешие образовательные экскурсии для школьников. Узнавала родной город с новой стороны и наша съемочная группа. Скучные лекции остались в прошлом. Экскурсии для ребят проходят в новом формате. О достопримечательностях они узнают теперь в игровой форме. К примеру, около театра оперы и балета ребят ждал интересный мастер-класс по ораторскому искусству. А возле бюста архитектору Петру Егорову девчонки и мальчишки сами превратились в городские памятники. Море волнуется! Ты как памятник города на месте там речь! Программа насыщенная. Ребята узнают об известных жителях Чувашии и даже знакомятся с различными профессиями. Экскурсии в таком формате проводятся впервые. Чебоксары – город возможностей, там на неведомых дорожках Чебоксары – город побед. У каждого маршрута есть своя тематика. Их разрабатывали с учетом интересов и возрастных особенностей детей. Пешие прогулки помогают детям больше находиться на свежем воздухе, особенно летом в такую хорошую погоду. И как раз познакомиться с теми, может быть, не все у нас памятники, больше объекты. И у нас идет и культура, и здравоохранение, и образование, мимо которых мы ежедневно проходим мимо и совсем ничего о них не знаем. А вот такие уроки, может быть, мы даем не так много теоретической информации, но она позволит заинтересовать детей. Это очень полезно, очень важно. Пешим маршрутом уже прошли более полутора тысячи боксарских школьников. В следующем месяце к ним присоединятся и дошколята. Как отмечают в столичной администрации, проект «Живые уроки» расширят. Появятся автобусные и троллейбусные экскурсии и образовательные программы в городских парках. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах состоялось торжественное открытие чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования представителей королевы спорта проходят на фоне допингового скандала. Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение не допускать наших легкоатлетов на Олимпиаду в Бразилию. Но даже несмотря на непростую ситуацию, спортсмены не опускают руки и настраиваются на победу в национальном чемпионате. Дмитрий Ковалев с места событий. Чемпионату России дан официальный старт. Соревнования продлятся 4 дня. Сегодня уже состоялись финальные забеги на 5000 метров среди мужчин и женщин. Всего же будет разыграно 42 комплекта медалей. За них сразятся более 700 спортсменов. В Чебоксаре приехали многие звезды легкой атлетики. Изначально предполагалось, что по итогам этого чемпионата сформируют Олимпийскую команду. Но пока поездка национальной сборной в Рио-де-Жанейро остается под вопросом. Еще в пятницу на Совете ИАФ российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных стартах. Окончательную точку поставят в Международном Олимпийском комитете. Правда, федерации легкой атлетики сомневаются, что члены МОК примут решение в пользу нашей страны. Конечно, боль и разочарование, и досада. Досада от того, что мы не достойны такого подхода и не достойны такого принятия решения. Все члены федерации, вся рабочая группа, все люди, которые все эти 6 месяцев работали, сделали все возможное, чтобы мы выполнили эти требования и критерии. Мы даже сделали больше, чем от нас требовали. К сожалению, есть вещи, которые от нас не зависят. К сожалению, есть вещи, которые не подконтрольны федерацией легкоатлетики. Если члены МОК не поддержат российскую команду, то спортсмены смогут отправиться в Бразилию только под флагом Олимпийского комитета. Такие перспективы легкоатлетов не устраивают. Для двукратной чемпионки по прыжкам в шестом Елены Исенбаевой решение ИАВ стало настоящим ударом. В этом году она хотела завершить спортивную карьеру именно в Рио-де-Жанейро. Но, по всей видимости, свою последнюю высоту она возьмет именно в Чебоксарах. Сегодня Сенбаева прошла финал. Спасибо большое за поддержку. Но завтра у нас финал. Приходите в том же составе. Будет интересно, потому что в этой сложной ситуации нам реально ночью нужна ваша поддержка, зрительская. Аплодисменты. Потому что, видать, это последний старт моей карьеры. Так что вы мне нужны. Но даже если завтра МОК озвучит неприятные для спортсменов новости, Федерация Легкой Атлетики намерена провести по-настоящему яркий чемпионат. Не случайно его проводят именно в Чебоксарах. Подобные соревнования столицы республики принимают в пятый раз за последние 8 лет. А в прошлом году на этом же стадионе за титул сильнейших состязались легкоатлеты со всей Европы. Мы все детские, юнорские и спортивные школы, которые работают, их у нас 50 лет, ни одну школу не закрывали и не собираемся закрывать. Это говорит о многом, это говорит о значимости любви жителей Чувашии к легкой Атлетике. Баталии легкоатлетов за медали продолжаются. Уже завтра будет разыграно более 10 комплектов наград. Во второй день чемпионата определяются имена финалистов в забегах на 3800 и 400 метров. Разыграют награды в толкании ядра и метании диска. Медрик Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. Воспитанница Чувашской школы ходьбы, призер Кубка Европы в ходьбе на 20 километров Светлана Васильева и чемпион мира в ходьбе на 50 километров Денис Нижегородов направили в арбитражный спортивный суд ИСК. В нем оспаривается решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций. ИСК будет доставлен в Лозанну утром 21 июня, примерно в то же время, когда Международный олимпийский комитет будет решать вопрос об участии в играх всей сборной России. Мое отношение, как и многомиллионное отношение россиян, оно отрицательное. На самом деле за этим скрывается политический подтекст, политическая подоплека. И считаю, что все эти гонения, санкции, преследования, конечно, несут одну цель и несут одну в себе. Сегодня, конечно, раздражает независимая политика нашей Российской Федерации, политика нашего президента Путина Владимира Владимировича. Но я считаю, что все эти барьеры нами будут преодолены. И я уверен, что все это будет позади, так как мы заслуживаем большего. И то, что сегодня происходит на стадионе нашей столицы, город Чебоксары, это, я думаю, соответствующий вызов всем тем нападкам и санкциям. Сегодня для нас большая честь, для нашей родной Чувашии мы на своей земле принимаем чемпионат России по легкой атлетике. Королева спорта приземлилась на наш стадион. Не должны все легкой атлетики, все страна страдать из-за каких-то единичных случаев, которые у нас произошли. Я сам, как врач, могу сказать, что этот препарат в 90-е годы мы назначали больным после операции, больным в возрасте, и чтобы лучше восстанавливаться в послеоперационном периоде. И я считаю, что не каким-то допингом препарат Мельдронат, Мельдроний, но действительно выведение из организма его, они могли принять его в декабре, ноябре, там определенный период, до полугода. И, конечно же, не должна вся сборная из-за этого страдать. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». А в 21 час на нашем канале выйдет программа «Республика в деталях» Шумерля. Шумерлинские журналисты расскажут о приговоре, который вынесли бывшему главе администрации города Андрею Броницыну, о подготовке муниципалитета к зиме 2016-2017, а также о мордовском празднике Орта. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!